Новое видео выходит каждый день в 20.00. Так вот, давайте я вам расскажу и вы просто меня услышите. Данный видеоролик не является какой-либо критикой на Мао Демиана. Данный видеоролик не является уж тем более сам обзором на Мао Демиана. А в данном видеоролике я просто хочу вам рассказать о том, как у человека было всё. Просмотры, деньги, медийность, лояльность аудитории. Но как всё это он в одночасье смог проебать. Итак, давайте же начнём с моего знакомства с данным человеком. Как я вообще о нём узнал? Да просто смотрел какие-то видеоролики по Сампу на Ютубе и тут вдруг увидел его. Мао Демиана. Тогда я перешёл на его ролик и я просто охуел, во-первых, от количества лайков, во-вторых, от количества просмотров, в-третьих, от количества положительных и таких, знаете, средних комментариев. Прямо вот негативных комментариев было очень сложно найти. Вы спросите, что же было в данных видеороликов? Конечно же, вряд ли вы это спросите, если вы знакомы с таким человеком, как Мао Демиана. Но я вам сейчас расскажу. В общем, ролики типа Барон Стайл. Не то, что там какой-то монтаж кривой и так далее. Очень смешной монтаж вот с этими всякими стандартными шрифтами по типу Вердана, Тахома, или уж тем более какой-нибудь вырвиглазный Таймс Нью Роман. Нет, ни в коем случае. Дело в том, что монтажа нет. Его попросту не существует на канале Мао Демиан. Не существовало тогда, когда я начал его смотреть. Монтажа просто нету. Он заходит в игру, нажимает F9 своим пищащим, кричащим и так далее, микрофоном пердящим, записывает звук и просто без какого-либо монтажа, я уверен, что он даже ролики вот эти свои не пересматривал, он просто заливает на Ютуб. И Ютуб его очень сильно продвигал. Я сейчас расскажу вам, почему, если кто-то не понимал, почему его вдруг Ютуб продвигает. Всё дело в том, что он выпускал по 4 ролика больше 10 минут в день. И как оказалось, как, наверное, оказывалось, большинство из тех, кто смотрел ролик, досматривали его либо до середины, либо до конца, что очень редко, но, видимо, так или иначе это было. Потому что Ютуб работает именно так. Если ролик большой, если ролики выходят очень часто, если ролики досматривают до конца, Ютуб понимает, ага, этот чел настроен серьёзно, а значит, что благодаря нему я смогу вставить больше своих рекламных прероллов, соответственно, и человек заработает много. И я, соответственно, тоже заработаю достаточно приличное количество денег. Ну так вот, чуваки, и в чём же была основная проблема? Всё дело в том, что просмотров у человека было реально дохуя, при том, что монтажа, ну, абсолютно ничего. И дело в том, что я посмотрел его некоторые ролики и вообще забыл про него. Всё, я подписался на канал, закрыл его, всё, забыл о нём. Но потом, когда мне проект Люкс Ролеплей, ныне закрытый проект, предложил сотрудничество, предложил у них снимать за деньги, тогда достаточно неплохие и большие для меня, я решил зайти на канал Мао Демьяна, потому что у него там были всякие обзоры систем, там, как его на админке, на лидерке ставили. А мне всё это было интересно, потому что Люкс Ролеплей, это был мой первый такой крупный, серьёзный рекламодатель, в соответствии с чем я и зашёл на канал к Мао Демьяна, для того, чтобы посмотреть, что же он там такое делает. Просто вся суть его роликов заключалась в том, что он либо на каптах где-то там стреляется, либо делает какие-то скучные обзоры на какие-то системы проекта Люкс Ролеплей. И дело в том, что просмотров у него к тому времени уже не было так дохуя, как на тех роликах, когда я только о нём узнал, то есть просмотры реально катились в пизду, ролики были однотипные, ролики были скучные, он набрал дохуя подписчиков, подписчики по итогу его не смотрели, и получилось всё как-то вот это вот, вот так. Получилось всё то, что у него там еле набиралось по тысяче, по две тысячи просмотров, и я такой типа, хм, неужели справедливость всё-таки восторжествовала? И такой типа, хм, ну ладно, ладно, опять же закрыл канал, и больше я о нём опять-таки не слышал. До того момента, пока Люкс Ролеплей у них либо закончился бюджет, либо они просто по приколу решили распустить всех самп-ютуберов, и по итогу, по итогу у Люкса не осталось ютуберов, а Мау Демиана должен был выбирать проект, на котором он будет снимать свои вот эти летсплеи, однотипные, без монтажа и так далее. Вот, и тем проектом, на котором он начал снимать свои вот эти вот летсплеи, стал, кто бы вы думали, Даймонд. И как сказал тогда Мау Демиана, это очень важно для того, чтобы вы понимали всю суть, проект Даймонд Ролеплей по сравнению с Люксом платил Мау реально копейки, на которые, как он сам выражается, было достаточно сложно выживать, но он старался, потому что он хотел именно для подписчиков на вот этом вот Даймонде снимать, и тогда говорил, что мне предлагали адвансы, мне предлагали там прочее сервера, но так или иначе, я пришел на Даймонд из-за вас, подписчики. И вот это запомните, что он пришел на Даймонд именно из-за подписчиков. Но потом, летом, когда случился конфликт ютуберов Даймонда, когда они решили перейти коллективно на Аризону, Мау Демиана, соответственно, тоже пришел на Аризону, и его аудитории это максимально не понравилось, потому что каких-то обоснованных причин на уход у Мау Демиана, в отличие от того же Ромы Гитта и еще какого-то Челика, у него не было. И он ушел просто потому, что ему предложили деньги, и тогда его аудитория это не понравилось. И тогда он такой, типа, выпустил ролик о том, почему же он ушел на Аризону Ролеплей. Данный ролик очень сильно задизлайкали, потому что реально он оправдывал свой переход, то есть не говорил, почему он ушел, а это выглядело реально как оправдание. То есть действительно, его перекупили, но он это отрицал. Он говорил, что он перешел из-за каких-то очень важных систем. И по итогу его просмотры, которые он поднял за время съемки на Даймонде, он благополучно просрал, снимая на Аризоне. В общем, как это было? Его просмотры начали падать в геометрической прогрессии. То есть поначалу он выпускает ролик 15 тысяч просмотров, следующий ролик 10 тысяч просмотров, следующий ролик 5 тысяч просмотров, следующий тысяча просмотров. И вот такими вот темпами он скатился там до еле-еле тысячи, до двух тысяч просмотров, какой уровень у него был и на люксе. И вот теперь, совсем недавно, Мау Дамиана перешел на наш с вами любимый проект Evolve Roleplay. А на Evolve Roleplay уходят реально мученики, которым некуда переходить. Тофика Дипсайза и Кахановского мы, например, не берем. На Evolve уходят реально мученики, которым просто нужно снимать копты и так далее. И наш дорогой Мау Дамиана ушел. Тут он уже не уточнял суммы, за которую он ушел, а просто, ну, опять же, начал оправдывать Evolve RP, мол, я ушел потому что, потому что, а не потому что мне захотелось денег и так далее. Но, в общем, это была история о том, как человеку, у которого было все, продвижение Ютуба, просмотры, деньги, лояльность аудитории, любимость какая, я не знаю, есть ли такое слово, но, наверное, это относится к лояльности аудитории. То есть у него была огромнейшая лояльность аудитории, и он все это в одночасье, в бегании по проектам, благополучно все проебал. И жалко ли мне Мау Дамиана? Абсолютно нисколько. Я считаю, что судьба с ним абсолютно вежливо распорядилась. Хотя теперь у него там по три, по пять, там некоторые ролики набирают и по восемь тысяч просмотров я видел, но так или иначе, Мау Дамиана, как лично я считаю, получил по заслугам. У него был шанс поднять свой канал на Ютубе путем съемок на Даймонде, его очень сильно продвигал Ютуб, но он этот дорогой шанс, к сожалению, проебал. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока!